Это довольно спорное утверждение, по крайней мере я лично знаю нескольких людей, которые сначала были фанатами религии или чего-нибудь еще, потом они послушали правильных людей, не знаю, Саша Панчин так вот это вдохновил, и они теперь фанаты, то есть готовы бить людей, которые используют гомеопатию. Ну, то есть, изменились ли они? Ну да, изменились. Изменилось ли их мировоззрение? Я не уверена, что они точно так же, как раньше они на религию защищают, теперь они защищают прививки. Но человек придет, какой-нибудь околонаучный, вот тут у нас соседи, к которым я с утра случайно зашла, какие-то целители, они что-то расскажут, что будет за них выступать, потому что толком-то изменилось его мировоззрение или нет, а мы не знаем. От того, что люди ставят лайки и покупают Сашину книжку, мы не знаем, действительно ли у них изменилось мировоззрение, действительно они стали все правильно, как мы считаем, понимать или нет. Хорошо, есть еще одно мнение. Не надо ничего оценивать, есть воронка продаж. Тысяча людей на входе, сто людей послушали, один человек понял. Но даже маркетологи, которые эту воронку продаж придумали, они ее худо-бедно, но пытаются оценивать, там, конверсия, вот это вот все. Мы ничего не оцениваем. Мы говорим, есть воронка продаж. Ну, есть. Откуда? Есть. Тоже не очень понятно. То есть это тоже плохой критерий оценки. Вот. В общем, можно продолжать бесконечно аргументы, которые приводятся, но подытоживая и заканчивая, суть, в общем, зачем мы здесь собрались одна. Мы не знаем, насколько эффективна здесь наша деятельность, наша популяризаторская деятельность. Мы все этим занимаемся. Все мы здесь, многие этим занимаемся. Есть, растут новые популяризаторы, но мы не знаем, достигаем ли мы своих целей. Более того, не все, я так понимаю, что одни люди, которые этим занимаются, держат в голове одни цели, а другие другие цели. То есть еще и нет единой цели у всего сообщества. Тут вот до этого была длинная сессия цели, как там она называлась, развития куда-то там популяризаторского. Да, прощение. Вот мы уже рассуждаем, как мы будем дальше продвигаться, развиваться и так далее, а мы не знаем, чего мы вообще делаем. Зачем мы это делаем, какая у нас цель, а мы уже обсуждаем, как мы будем развиваться. Это, мне кажется, не очень правильно. Лучше сначала цель. И второй момент, что мы считаем по умолчанию, что мы просвещаем нашу аудиторию. А она просвещается. Можно ли это оценить? Вот надеюсь, что в коде этой нашей сегодняшней сессии мы обсудим, можно ли это оценить. Вообще, чем мы занимаемся, можно ли оценить, достигаем ли мы этой цели, можно ли разработать критерии оценки этой цели, и насколько они будут эффективны, если можно, ну хорошо бы их разработать и применять, наверное. А может быть, мы придем к выводу, что не надо, что и так все хорошо. Кто его знает? Вот, наверное, я на этом замолкаю и передаю слово второму нашему модератору, Денису Курек из Future Biotech. Он тоже, наверное, что-нибудь такое скажет, а потом мы представим наших спикеров и послушаем уже их точку зрения по этому вопросу. Спасибо большое. Я бы здесь хотел высказать потрясливую позицию. И дело в том, что популяризация науки является на самом деле инструментом для встраивания научной структуры в картину мира человека из широкой аудитории. Так вот, количество просмотров, количество лайков и так далее, это говорит о том, что люди смотрят. Однако, есть мнение о том, что действительно эффективность и вот это встраивание того месседжа, который идет через популяризацию науки, он стремится просто-напросто, он крайне низок во всей данной отрасли. И второй важный момент, это то, что контент, который создается научно-популярными проектами, он определяется организаторами этих проектов. При этом, при выборе контента никак не учитывается интересы широкой аудитории, что они знают, что им интересно. Практически ни один из научно-популярных проектов не получает обратной связи от своей аудитории. Считается, что то, что выбрано, оно априори важно и нужно аудитории, которой эта информация транслируется. Таким образом, создается некая псевдонасыщенность этого рынка. Хотя, просто-напросто, у нас называется сессия сегодня «Пробоведь для обращенных», а это говорит о том, что популяризация науки происходит для тех, кто уже тем или иным образом с наукой связан. А широкая аудитория, широкие слои населения, они просто-напросто из этого цикла исключены, потому что их интересы не учитываются при всем этом цикле. И таким образом они просто оторваны от всей этой деятельности. И вот этот круг стоит начинать разрывать. И все-таки мы сегодня, опять же, сегодня говорили о том, что нужно просвещать пожилые слои населения, о том, что разные псевдонаучные методы на самом деле не работают. Однако у большинства научно-полярных проектов аудитория, это на самом деле, а вся одна и та же. Это молодое поколение, молодые ученые-специалисты. И по большинстве своем, вот все те широкие цели, которые заявляются, связанные с медициной, они не имеют той целевой аудитории, научно-полярные проекты не имеют той целевой аудитории, которой эти месседжи носить, собственно, и нужно. И еще один важный момент. Для любого, даже для просвещивательского проекта, нужны деньги. В том или ином образе, не может в долгосрочной перспективе никакой проект существовать на волонтерских началах. Нужно людям платить, нужно платить площадкам и так далее. И все говорят о том, что нужно привлекать корпоративных партнеров. Компании-корпорации не хотят сюда вкладывать деньги. Они хотят вкладывать деньги, потому что не могут ценить всю эффективность, а если и со своей точки зрения оценивают, они как раз и видят вот это вот очень низкое эффективное донесение того месседжа, соответственно, им неинтересно просто сюда вкладывать свои деньги. Таким образом, еще один важный момент, начать количественно действительно оценивать эффективно все эти деятельности, это с той точки зрения, для того, чтобы просто-напросто можно было давать возможность контрагентам, которые хотят вложить, например, свои деньги, количественно показывать, что эта инвестиция, она будет эффективна. И, собственно, на этом я предлагаю сейчас, мы представим участников нашей панели, и мы предлагаем им в каждом течение буквально 4-5 минут высказать свою позицию, и мы перейдем к самой важной части, обсудим, собственно, все эти проблемы. Давайте тогда начнем по порядку, и первым, наверное, мы дадим слово Михаилу Гельфанду. Спасибо. Ага, а можно мне опять список задач, которые от первой сессии нам достались? Значит, я пока... А, ну, наверное, лучше стоять, да? Вот те вопросы, которые коллеги задавали, что да, действительно, мы не в состоянии померить коэффициент конверсии, мы не знаем, до какой степени наши сообщения доходят до аудитории. Денис сказал важную, совершенно неизмеряемую вещь, а именно, что задача просветительства – это внедрить научную картину мира в каждую голову, элементы научной картины мира. Значит, кроме башен гипноизлучателей, я, пожалуй, не знаю никакого другого средства это проделать, а кроме того, я не очень понимаю, как это можно пытаться измерить. Вот, значит, в моем случае, мой очень маленький жизненный опыт, который что-то подобное измерял, состоял в следующем. Я пару раз участвовал, один раз в телевизионной передаче, один раз в радио, значит, в кричалке с антигмошниками. Ну, то есть, по радио была не очень кричалка, а в телевизоре была совсем кричалка. И там были телефонные опросы до и после. И там от пяти до десяти... Ну, да, статистика у меня два раза, но от пяти до десяти процентов я отыгрывал. Чего? Вот. Но теперь смотрите. Мы сформулировали задачи, которые стоят перед просветительским сообществом, потом на следующей сессии отредактировали, сказали, что тут, конечно, речь не об обществе, а о образовании, потому что про общество – это политика, а остальное не наше. А дальше вопрос. А где вот здесь вообще люди, которые нас слушают? Это же все эти задачи, ну, или почти все из этих задач, как мы их сами сформулировали, это задачи не пиара, а джара, да, это общение, это просвещение. Значит, эффективный способ решать эти задачи – это устраивать хе-сайенс-слэмы 15 на 4 и проще чудесные лекции непосредственно в здании Государственной Думы. Вот. И это был бы интересный социальный эксперимент, но я боюсь, что обреченный на сразу несколько неудач с разными сроками. Поэтому, да, у нас есть только очень простые количественные показатели, типа количество лайков, количество пришедших, там, тиражей книг, что, кстати, уже существенно, потому что тиражи книг… Ну, это люди заплатили деньги, да, они в этот момент подумали. У нас полностью отсутствует представление о структуре общества и о мыслях общества, и о картине мира, которая в голове у общества есть. У нас нет меняемой социологии, и непонятно, откуда она возьмется, потому что даже если найдется хорошая социологическая опросная кампания, как показывает жизненный опыт, население России склонно врать в социологических опросах. Не только России, как мы наблюдали, ну, да. Вот. И на самом деле это действительно… Ну, опять-таки, значит, так же, как вот в социологии, значит, каким-то удивительным образом наши социологические фирмы, причем даже те из них, которые мы понимаем, что очень плохие, потому что там этим занимаются плохие люди, очевидно, что они нечестные, нечестоплостные, результаты выборов предсказывают довольно хорошо, потому что они умеют делать там правильную поправку на все подкрутки, которые при этом возникают. Вот. Одна сторона. Вторая сторона, про которую Ира тоже говорила, что, и это опять-таки связано с названием, непосредственно связано с названием секции, и мы про это несколько раз уже говорили, что очень интересен коэффициент конверсии, который теоретически, наверное, можно было бы попробовать посчитать непосредственно. Потому что вот есть люди, которые приходят на демократические форматы, или там смотрят ролики, которые делает все время Science One, да, и какие-то такие вот простые, там, как наука в кафе, там что-нибудь, там, я не знаю, но те же самые 15 на 4. Есть какие-то более сложные форматы, где уже надо включаться и пытаться думать, и где в тебя такие начинают внедрять не просто научную картину мира, а научный способ еще ее создавать, что даже может быть более существенно. Вот. И вот эта вещь, теперь это уже конкретное предложение на самом деле, и это, наверное, то, что можно сделать силами просто организаторов, что если организаторы людям, которые приходят на их мероприятия, будут раздавать анкету, в которой будет спрошено, на какие еще мероприятия ходил этот человек, и пришел ли он в первый раз или не в первый, то, в общем, какую-то арифметику на это можно будет навести. Вот мы, например, узнаем, что верно ли, что на Science Slam приходит человек, посмотревший ролик Sci-1, значит, вирусный ролик Sci-1 в YouTube, а потом там на лекцию Аси, значит, приходит человек, который, значит, был на Science Slam, а еще куда-нибудь приходит еще кто-то. Это на самом деле вещь, которая, похоже, что можно сделать общественным договором у строителей, и можно прикинуть, как это потом посчитать. Вот это, верили конкретные предложения? Спасибо, Михаил Сергеевич, отличное чувство времени, ровно столько, сколько нужно. Я думаю, вопросы сейчас или вопросы потом? Думаю, один, да, один вопрос, отлично, первый, да, один вопрос, один вопрос. Скорее, не вопрос, комментарий, кого только это сделает. Нет, лучше, наверное, вопрос. Комментарий потом в дискуссию, у кого вопрос? Вопрос, это проситный знак такой в конце. Просто вот, а чего такое уж упование на тиражи книг? Их легко сдают в макулатуру. То есть это тоже был комментарий, вопросов, видимо, нет. Нет, вопрос был от чего. От чего? Прочитавши сдают, но все-таки мне трудно тебе представить человека, который купил книгу и сдал ее в макулатуру немедленно после этого. А, ну нет, ну хорошо, тиражи, в смысле продажи я имел в виду, конечно. А, конечно. Извините, да, спасибо, это просто... Можно, можно, а что вы сделаете с тем, когда вы посчитаете вот эти вот результаты? Во-первых, я стану умнее. Во-вторых, я стану умнее. Во-вторых, это позволит понять... Вот есть некоторые фольклорные утверждения, которые Ира перечисляла. Всегда полезно проверить, фольклорные утверждения имеют отношение к действительности или нет. В-третьих, я сделаю то же самое через два года и стану еще умнее, потому что я посмотрю динамику. И тогда уже смогу делать некоторые конкретные рекомендации, выводы и предсказания. Здесь есть две вещи, почему оценка нужна. Это оценка для тех, кто проект делает, потому что в сочиении времени оценка количественная позволяет четко понимать о том, как этот проект действительно развивается с точки зрения эффективности. И вторая, это цифры, которые выдаются для внешних контрагентов, для того, чтобы они могли оценивать эффективность проекта с точки зрения каких-либо финансовых и нет финансовых взаимодействий. И следующим я продолжу высказать Саше Панчину. И еще такой вещь, например, Саша, после своих лекций ты разговариваешь с аудиторией, которая приходит, корректируешь ли ты каким-либо образом свой контент в зависимости от фидбэка. Корректирую. Короткий ответ, но я хотел бы по теме сказать, на самом деле, мне кажется, что одна из ключевых вещей это правильно сформулировать вопрос. Мы занимаемся популяризацией науки не только ради каких-то индикативных показателей, но и потому, что нам это интересно. И правильный вопрос, это как нам делать то, что нам интересно, при этом еще и эффективнее. Не сравнить свои КПД, не сравнить постнауку N-1, не сравнить Айсю Казанцеву и Александра Панчина, а свою собственную деятельность, ту, которая нам интересна, сделать так, чтобы от нее было больше проблем. На эту тему, на самом деле, науки не очень много, но она, тем не менее, есть. Ну, например, есть такой видеоблогер, очень популярный, у него несколько миллионов подписчиков, и у него никнейм на YouTube «Веритасио». Он очень известный популяризатор физики. И он защитил диссертацию. Не помню где, но у него такая большая-большая диссертация с экспериментальной проверкой эффективности различных медиаподхода популяризации науки, физики. на людей. То есть, людям показывают разные ролики, потом узнают, сколько они из этого ролика узнали, их тестируют после этих роликов, а ролики бывают разные. Ну и вот один из выводов, собственно, диссертации этого, намного выводов я все сейчас не вспомню, но один из них заключался в том, что, например, намного эффективнее не просто рассказать человеку что-то, а сначала, если у человека есть какое-то заблуждение, сначала сформулировать за него его собственное заблуждение, как некоторую истину, а потом ее отбраковать. Объяснить, почему это неправильно. Начать с интуитивного, общепризнанного заблуждения и его разрушить, этот миф. И в этом смысле всякие идеи типа разрушителей мифов, как раз, они в этом смысле хороши в том плане, что они как бы по науке оказываются. Может они не знали, что они по науке, но они как бы на самом деле по науке действуют. Есть одна книжка, которая повлияла на то, как я сам стал строить свои выступления, свои лекции и вот будущую книжку, которую я пишу. Книжка, которая у меня было впечатление, это называется Suspicious Minds Why We Believe in Conspiracy Series. Подзорительный мой, почему мы верим в теорию заблевов. Рова Братерта, на которой как раз сейчас Фонд Эволюция переводит на русский язык с английского. На самом деле очень похожий вопрос, почему люди вообще во что-то верят в ту или иную идею. есть всякие исследования про то, как зависит от того, как вы некоторую идею обернете, в то поверят в нее или нет. Если мы хотим, чтобы наши правильные идеи и воспринимали как позитивно, то может быть имеет смысл эти идеи использовать. Например, там есть история про storytelling, что людям нравится история, не просто сухие факты, а чтобы был какой-то герой. Положительный, был рисательный герой. Рисательный герой должен быть сильнее, чем положительный, но у него должно быть слабое место, и в это слабое место положительный герой может нанести свой удар. И это касается очень многих тем, ну я очень много внимания уделяю именно проблеме, одной из проблем, которая здесь обозначена, это проблема уже науки. И вот здесь я, опять же, у меня, конечно же, данные, анекдоты в моей личной практике не лучше, чем у гомеопатов, которые говорят, что моей бабушке помогло, я тоже могу сказать, что вот я знаю, вот эта вот девушка, она верила в астрологию, теперь больше не верит в астрологию. Или там вот этот человек раньше пользовался гомеопатией, больше не пользуется гомеопатией. Ясно, что это анекдотал evidence, но, тем не менее, вот такой вот опыт возникает. И, наверное, я хотел бы на этом закончить, на самом деле, потому что, собственно, моя основная мысль ровно в том, что нужно больше науки о том, какие методы эффективны, и их нужно просто применять в своей практике. Прошу прощения, даже вне очереди, потому что удержаться совершенно невозможно. Вы все делаете по науке, но не по Талмуду. Потому что в Талмуде написано, нехорошо читать опровержение Маймонида на Аристотеля, потому что засыпают над Аристотелем, не дойдя до Маймонида. Ну, поэтому можно комбинировать терапию. И в оставшуюся минуту какое-нибудь практическое предложение. Практическое предложение. Пока ты нам рассказал, как надо оборачивать наши мысли, чтобы эта самая непросвещенная аудитория их поняла, а мы вообще никогда не оцените. И более того, я даже не сказал, как оборачивать, я порекомендовал литературу. Одну диссертацию и одну книжку. Практические рекомендации. У меня, как у Михаила Сергеевича, есть опыт того, что я знаю, что я выступал на каких-то передачах и добавляю данные до и после. Неизвестно, почему они изменились, но они изменялись обычно в положительную сторону. Это тема ГМО, например. Но на самом деле мы не знаем, что именно работает, что нет. Не сложно дать практическую рекомендацию. Меморандум. Меморандум в какой-то степени сработал. Да, хорошо. История, положительная история успеха. Как раз в случае, по пункту предотвращения того, что в государстве всякой ерундой не занималось, у государственной дум в каком-то, я сейчас точно не помню название, как этот комитет назывался, они рассматривали проект по отбору талантливой молодежи. Вот тут выступал Александр Василевский, который Сириус представлял. Вот подобные есть проекты, где отбирают талантливую молодежь. И была идея, что надо бы как-то молодежь, еще до того, как они могут пойти какое-то тестирование, нужно их претестировать по каким-то биометрическим показателям. Сейчас, например, под печатком пальцев. И у них была такая идея, давайте мы это сделаем. Но вот накануне этого всего вышел меморандум комиссии «Ранпрокресс уже наукой» о том, что гадание под печатком пальцев научными фактами не подтверждается. И, собственно, узнав про этот меморандум откуда-то, наверное, может быть, из прессы или еще откуда-то, меня и Александра Сергеева пригласили как членов комиссии в Государственную думу, в Совет Федерации. В Совет Федерации выходили. И мы там выступили перед этими уважаемыми депутатами, они сказали «все, мы этот пункт вычеркиваем». Вот, собственно, конкретные исследования. В принципе, в некоторых вещах на государство можно повлиять. Но это касается другой проблемы. Понятно, тут тоже, в общем-то, не «preaching to the choir», в том смысле, что депутаты не являются нашей стандартной аудиторией тех, кто ходит в научно-популярные лекции. Здесь мы смогли внести на них какую-то мысль. Ну, действительно, можно такую форму использовать. И я уже рекламировал эту идею меморандумов. Следующий, когда выйдет, вы поперете. Может быть, больше депутатов узнает. Спасибо. То есть, получается, что на власть повлиять легче, чем на простых людей, потому что мы тут же видим отклик от нее, что она раз – отменила биометрию. По величине ушей, может, остался критерий, но, по крайней мере, уже не по отпечаткам пальцев. Коллеги, я прошу прощения, в регламент мы вносим некую поправку, потому что у нас есть человек, который очень хочет выступить, и была, в общем, договоренность, что он выступит с некой критикой, но он убегает. Это Елена Когтева, фонд перспективных исследований, поэтому прошу прощения у спикеров, мы дадим слово вне очереди, потому что у нас тут параллельно идут две сессии. Лен, 4-5 минут. Да, я очень быстро, спасибо большое, Ир, потому что мне нужно убегать в другой зал, и там тоже рассказывать про ВУЗы и научно-популярные проекты. Я действительно очень просилась выступить, и выступить я хотела с двумя скептическими тезисами, крайне скептическими. Во-первых, у меня, можно сказать, что вопрос. Кто-нибудь когда-нибудь считал прирост новых лиц на мероприятиях, подобных нынешнему? Потому что каждый раз, когда такое мероприятие заканчивается... А, Саша! Я прошу прощения, я хотел это сказать, но забыл. Вот очень показательный пример, это мероприятие, которое проводил АКПДНСРУ, вот этот вот ученый против мифов, первое мероприятие, я специально задал ровно этот вопрос, там было очень много людей, там было человек 600 или около того. Я спросил, кто из вас в первый раз пришел в научно-популярную лекцию 50% аудитории. Это было достигнуто за счет того, что к пиару этого проекта были подключены люди, которые известны, но не как популяризаторы науки, а по каким-то своим другим достижениям. они на своих площадках по рекламированию научно-популярных мероприятий. Народ, который раньше никогда про это не слышал, пришел. Всегда прошу прощения. Ну, я, в общем-то, посоромлена, но это очень радостно слышать, потому что который раз уже приходишь на подобные мероприятия, это замечательно на самом деле. Видишь очень много знакомых, говоришь, привет, привет, наконец-то снова увиделись, вот опять и месяц назад тоже, и потом в Фейсбуке тоже мы все с удовольствием обмениваемся впечатлениями, но тем не менее здорово, что ходят какие-то новые люди, это говорит о том, что все-таки науку популяризируют не только друг для друга. Я тогда сразу перейду ко второй части своего вопроса, к тем самым бабушкам, которых Саше удалось переубедить и поменять их картина мира. Это которые в думе? Девушки, да. Бабушки в думе. Я действительно верю в то, что милые девушки, пообщавшись с Сашей Панчином, говорят, конечно, это так интересно, это ваша наука. Тут вопросов у меня нет. В том, что касается более взрослой аудитории, я много раз наблюдала, что у людей отлично соседствует в голове и наука, и лженаука, и бог знает что. И, может быть, вы видели такую картинку, интересную, про саентологию, где написано, нарисован мужчина, который в чем-то убеждает даму. И надпись гласит «Of course it's science, it's called Scientology». Вот. И, собственно, мы знаем, что, может быть, кто-то из вас видел такой мракобесный фильм «Секрет», когда-то в начале 2000-х годов он гулял. И там вот прям про атомы, про электроны, про закон притяжения. И там все так просто намешано. Не смотрите. Не смотрите. У меня вот бабушка моя была астрологом. Поэтому я всего этого повидала изрядно. Так вот. Разнообразные мракобесные теории привлекают науку и в хвост и в грибу. В итоге человек уверен в том, что он полностью за науку, что он за научный подход. Иногда эти люди работают в науке весьма успешно, при этом они веруют, они действительно уходят в церковь, они при этом еще думают, что есть еще какие-то энергии. Просто они еще не изучены современной физикой, но вот 200 лет назад и наука была не та, что сегодня, так наука об этих энергиях узнает уже завтра. Поэтому вот я бы усомнилась в эффективности просвещения, потому что не создается конфликта. Не создается конфликта картины мира той, которую предлагает, например, Саша, и той, которая уже есть у человека. Ну, собственно, да, вот в этом мой вопрос. И на этом я готова отдать микрофон и послушать. Тем не менее, есть статистическое наблюдение, что вера в астрологию, вера в гомеопатию и неверие в ГМО очень сильно скоррелированное. Я можно опять приведу личный пример. Это будет станет научно. Моя родная матушка всю жизнь проработала в Институте биорганической химии Российской академии наук старшим научным сотрудником. Сейчас она работает переводчиком, перевозит медицинские патенты на новые лекарства. То есть она недалеко от науки. Так вот, она верит в гомеопатию.